14 декабря 1927 года в селе Марзили Агдамского района родился видный ученый, доктор-геолога минералогических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана Худум Амедов. В 1946 году он поступил на геолого-географический факультет Бакинского государственного университета. С 1957 года занимал должность директора лаборатории структурной химии в Институте физической и неорганической химии Национальной Академии наук Азербайджана. Ученый-кристаллограф Худум Амедов в 1970 году получил степень доктора наук, в 1973 году ученый звание профессора наук, а в 1976 году стал членом Национальной Академии наук Азербайджана. Основные научные работы Худум Амедова относились к области кристаллахимии. Он участвовал в подготовке высокоспециализированных научных кадров, был награжден орденами и медалями. В 1988 году началась оккупация армянами Карабаха. В тот период в республике началось народное движение. Активно выступали и представители азербайджанской интеллигенции, в их числе был и Худум Амедов. Музей имени Узира Гаджибекова 15 октября 1988 года собралась группа патриотов, которая обсуждала будущее Азербайджана. На том собрании принимал участие и Худум Амедов. Собравшиеся вели дебаты, во время которых сердце Худум Амедова не выдержало, и он скончался. Худум Амедов был ученым и общественным деятелем, которого вспоминают до сих пор. Я считаю, что современная молодежь очень нуждается в таких примерах подражания, как Худум Амедов. Для меня лично он был самым лучшим отцом, ученым, патриотом своей страны. 21 ноября в Национальной академии наук Азербайджана прошла международная научная конференция, посвященная 90-летию член-корреспондента НАНА Худум Амедова. Конференция была организована по инициативе Национальной академии наук Азербайджана и Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузе Инагиева. Встреча была открыта вступительной речью президента Национальной академии наук Азербайджана академика Акиф Ализаде. По его словам, Худум Амедов был ученым и общественным деятелем, которого вспоминают до сих пор, и что его научные работы очень высоко ценились в ученом мире. Труды Худум Амедова в области химии, рисалахимии, в области геолого-минералогических наук бесценны. Научные работы Худум Амедова очень высоко ценились в ученом мире. Например, английский ученый Джон Бернард весьма положительно отзывался о беседованиях азербайджанского ученого. И поэтому сегодня мы не могли не почтить память такого ученого, как Худум Амедов. На встречу, посвященной юбилею великого ученого, были приглашены деятели науки и культуры, активные деятели общественности. Среди приглашенных гостей были и студенты Худум Амедова. Его принципы и представления во многом отличались от общепринятых. За короткий отрезок времени он создал школу кристаллографии. Известные мировые ученые кристаллографы в своих работах часто ссылались на исследования Худум Амедова и даже на его устные замечания. Я вечно буду благодарен Худум Амедову за все, что он для меня сделал. Худум Амедов своим созидателем трудом внес неоценимый вклад в развитие науки в Азербайджане, а его студенты успешно продолжают начатое учителем дело.